Вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян, Настенка, мы в полном составе, детки вот купаются, мы приглашаем вас в новый замечательный выпуск, мы сегодня отправляемся на остров Лан, недалеко от Паттайи, так что, друзья, мы с вас лайкосики, комментарии, репостики и погнали в новый замечательный выпуск. Прекрасное утро, ой, как хорошо сегодня на улице, на море Штиль, как же здорово наблюдать, какая погода на море. Мы решили сделать смузи из чего-то у нас есть, только без этих всяких добавок, как они делают на рынке, а просто свежий сок. Но на рынке они добавляют просто сахарный сироп, мы добавлять его, естественно, не будем. На рынке добавляют обычно, мы сделаем натуральный, вчера купили лед, поэтому сейчас еще льда добавим и будет прям бомбал. На где маракуйя добавить, да? На маракуйя? Маракуйя будет, манго, банан, арбуз. А и тут? А, лед, манга. Последнюю парку мы добавили еще к Косово молока, какие выводы можно сделать? Короче, у нас получилось просто мороженое, а вот мы его едим ложками. Мы начали свой непростой путь до острова Лан. Большой достаточно остров, там даже есть целая деревня. Мы сейчас посмотрим, мы туда едем впервые, так как и в Таиланде, так и в Паттайе. Единственного, кто ездит на байке, им проще, потому что приду на байк пару минут, вот и ты уже в порту, у нас нет ни машины, ни байка, у нас большая семья, поэтому мы идем пешком, ой, хотели выйти еще в 8 утра, но не получилось, мы до сих пор перестраиваемся на местное время, все-таки тяжело дается. Ладно, пойдемте. Нам идти 2 километра 200 метров, минут 30 надо шагать, а парома отходит каждые полчаса, вот если мы сейчас не успеем на этот паром, то как бы все, надо будет ждать еще полчаса, очень неохота. Мы не выдержали и остановили такси, и вот парень говорит, садитесь, говорит, я вас довезу бесплатно, денег не надо, вот это да, ну сейчас посмотрим, так ли оно. Вот так вот вселенная заботится о нас, такси вызвать не смогли, шли пешком, в итоге нас вот так вот подбросили, реально вообще денег не взял, говорит, мне ничего, говорит, не надо, поехали, прийдите. Итак, мы в порту, что он из себя представляет, непонятно, что представляет, по 150 бат, это я считал, это просто, нужно нам искать какую-то коллективную историю. Здесь, получается, все палатки на всякие спидботы, туда-обратно, индивидуальные каталки по 150 бат, нам это не надо, это спидботы, есть где-то здесь за 30 бат, вообще ты погружаешься и 30 привет, и вот оно расписание, собственно, видите, каждый, сейчас будет, а, только в 12 будет, что ли, отправление, нифига себе, так, сейчас будем разбираться, в общем, на острове, по идее, два пляжа, два порта, один идет на эту сторону, другой через, вот нам на ближайшее поедем на 11, потому что тот вообще отправляется в 12, надо вот это расписание сохранить, и вот как раз стоит 30 бат персона. Посмотрите, как прекрасно выглядит порт, сколько лодок, кораблей, конечно, загрязняют океан, но что поделать, и вот эти вот все небоскребы, а с этой стороны вот эта знаменитая надпись «Паттайя-Сити», огромное количество лодок. То есть, если вы едете какой-то прям тусовкой, то, по идее, лучше снять, наверное, какую-то скоростную лодку, но мы поплывем именно на вот этой большой-большой лодке, она плывет чуть дольше, полчаса, по-моему, ну и ладно. Вот такие вот большие корабли. Мы, походу, отправляемся на вот этом. Еще раз есть подтверждение, что 11.00, 30 бат, и здесь нужно оплачивать наличными. Сейчас посмотрим, сколько будет нас стоить, будет ли брать за детей. Как-то сейчас здесь будем запрыгивать на эту лодку. Наверное, сделаем вот так. Сложим коляску. Опа. Пойдемте вон туда, прям к носу. Пошлите. Сюда идите на сен. Ой, мы, походу, в козырном месте будем сидеть. Ну ничего, не сильно-то и забит, между прочим. Катерта. Мы сели, будем сидеть прям с краю, как я хотел. Че? Я тебя буду держать, не переживай. Все, сейчас будем отправляться. На корабле началась небольшая паника, все начали резко разбирать жилеты. Вот, видимо, начинается отправление, и все говорят, давайте-давайте, берите жилеты. Все одевают жилеты. Жилеты, как знаете, обязательно. На сен, вон там куча жилетов лежит. Ну вот, смотрите, в расписании написано, в 11 часов отправка мы отправляемся, пол 11. Давай. Значит, ходят они все-таки каждые полчаса, но это не точно. А я-то думал, мы спереди сидим, а оказывается, нет, перед там. Сели мы, на самом деле, не совсем удачно. Пока сейчас доплывем, я уже весь обгорю. Вот он впереди и виднеется лучшая большой остров. Он в пихо у нас из окна на этот остров. Каждое утро наслуждаемся и любуемся этим островом, а сейчас на нем упадем. Приезды из двух кораблей. Это они кричат, что мы их обгоняем, брат. У меня отличные новости. Мы едем не в начало острова, то есть не на южную часть, а на северную. То есть, вот видите, вот эта застройка здесь, деревушка. Вот это первый порт. Я сюда очень не хотел, потому что все-таки застройка, но вода вообще чистейшая. А мы едем за островом. А еще мы впервые будем купаться на таком маленьком-маленьком острове. Все островы, где мы были, получается только Шри-Ланка, но это огромный-огромный остров, который за один день не объедешь. А этот остров можно обойти пешком. Мы уже подплывали из развлечений. Я вижу, что здесь можно полетать на параплане, сходить в гору. Вот туда вот с Золотой Буду, по-моему, там. И покорить вот эту вот вершину вот этой горы. Но в такую жару мы этого делать точно не будем. Но есть только позже, но не сегодня. А еще можно вот, пожалуйста, покататься на гидроскутерах. Смотрите, как их много здесь, на самом деле. И тут читать очень много, кстати. Все, приплыли, пойдемте. Смотреть, что уже за остров такой. Ой-ой-ой, как шатается. На судне есть туалет, поэтому если вдруг ухачивает, то ничего страшного. А люди вообще сюда едут с огромными сумками, везут с собой еду. А мы вот что-то как-то вообще без всего. Все, мы на острове, представляете? Купаться, пошли, прыгать. Прыгай, Мироша, прыгай скорее. Прыгай. Давай, давай. Пойдем купаться. Какой, блин, цвет воды. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вы только посмотрите. Папа, смотри, все дно в рыбах. Да. Я не буду купаться. Ооо, рыбы много. Смотрите, как ее много. Ничего себе. Здесь просто закидываешь удочку и все. И погнали. Какой цвет воды? Не, ну слушайте, ну в Паттайе такого, конечно, нету и, наверное, не будет. Потому что все-таки большущий город. Класс. И, кстати, вот именно как я хотел, не на ту сторону острова, а именно вот на вот этой стороне купаться. Мы решили сразу отправиться на первый маленький пляж, который, да, вот справа, как идешь. Здесь вообще на этом острове семь официальных пляжей. Вот можно выйти с кораблика, взять байк и объездить абсолютно все. Смотрите, нам байк-то, конечно, не подходит, потому что все-таки мы с детьми. Возможно, сейчас на этом поплаваем, потом на другом. Ну, посмотрим. Ой, ну какая вода, какая прелесть. Единственное, что вроде вода-то прекрасная, да? А вот все равно мусор почему-то, видите, да? Потрясающе. Бирюзовая такая. Бананы есть из развлечений, парашюты вот эти вот пристегнутые. Да, Темка. Это грязь, потому что здесь мусора. Наверное. И я корабле выпадающе. Пляж маленький, идет волна, и я даже не понимаю, где нам будет лежать. Либо это прилив из отлива. Слушай, я расстроен, конечно, из-за мусора. Это вообще какой-то капец. Мусор? Видишь? Да. Вот тут девушка-фотограф нам сказала, что волочи даете до Манки бич, либо самоен на тук-туке, буквально 10 минут отсюда, вот эти вот два пляжа, они самые грязные. Ну, реально, вот мы прям смотрим и прям расстроились. Какого хрена столько мусора? Ну, поехали. Да. Чтобы насладиться, а тут волна плюс, и то, что детям, ну, спокойно не послали. Просто, смотри, какая помойка, ужас. Да, мусор. Просто ужас. Поэтому поедем до следующего, заодно, получается, мы посмотрели автоматически этот пляж, поняли, что нам он не подходит. Волны большие, мусора много, и пляжа-то нету, его смыло волнами. Поедем, посмотрим к Манке, а потом, если что, еще доедем до Самое. Самое. Самое? В общем, как-то так. Не, ну, цвет воды просто, я не знаю, это какой-то оргазм. Ну, вот этот пляж, я как читал вообще по отзывам, что здесь просто одни китайцы, сразу выходишь, попадаешь в Китай. Но, на самом деле, тоже людей много, хоть и волна поменьше, но по грязи пока не вижу. Да, Мирошка, но мы все-таки решили пойти на Манке. Здесь вот как раз, про что я вам говорил, вот они, пожалуйста, байки, можно взять в аренду байк. Байк, беспроблемно, и отправиться куда угодно. А еще? Да, Тема. Еще, кстати, ребят, я думал, что пляж Манке называется, потому что там, наверное, обезьяна. Ну да, вот, кстати, карта острова, все пляжи. Вот, можно посмотреть, как и что здесь устроено. Подробную фотку выложим в наш телеграм-канал, обязательно подписывайтесь по QR-коду или по ссылке в описании. У нас там контент, которого нету, кстати, на ютубчике, поэтому обязательно туда проваливайтесь и подписывайтесь. Ну вот, про что я говорил, видите, огромная делегация синих кепочек из Китая. Вот. Hello! Hello! А здесь, кстати, вот эти вот тук-туки арендовать или совершить экскурсию. Вот можно вот на таком вот байке. Так, точнее, на таком большом тук-туке. Очень удобно взять байк, 450 бат стоит сутки, по-моему. Это, конечно, удобно, но нам, к сожалению, не подходит. Кстати, здесь сразу по приезду можно зайти в 7-11, купить, например, водичку. Давайте, может, зайдем, возьмем сразу. Купили все мороженое, но сейчас осталось только найти нам где тук-туки. Красиво здесь, достаточно красиво, всякие заведения. Вот сейчас чувак взял байк и сразу навернулся вообще, прям такой удар был жесткий. Не успели его подснять. В 7-11 цены такие же, в принципе, какие-то, как и везде. Но даже торговый центр какой-то типа есть на минималках. Байков огромное количество. Вот говорю, кто вдвоем, втроем, спокойно байк взяли и поехали. Нам, конечно, не очень удобно. Так, вот, по-моему, это улица. Пойдемте, посмотрим. А, здесь, кстати, вот, пожалуйста, маршрутки есть. В общем, немножко мы разобрались. Получается, вообще, это не тук-тук, это маршрутки. Вот так вот выглядит, вот так вот кузов. Давно тоже хотели прокатиться. Сейчас прокатимся. Стоит 40 бат один человек доехать до пляжа Манки. На все эти перемещения нужно закладывать, конечно, время, потому что вот мы туда сходили, сюда сходили. Сейчас ждем, пока маршрутка забьется, когда она забьется. Тоже непонятно. Договорились, вроде как, дети есть на коленях поедут, то будет бесплатно. И заплатим только, вот, получается, 80. Вот, кстати, здесь есть таблички отправления кораблей и цена по пляжам, значит, на какой пляж нужно. Вот они, расценки. А вот 27 номер, они как раз уходят на Самье пляж. И вот уже третья маршрутка уходит достаточно быстро. Но мы ждем борт, когда приедет еще, чтобы наша маршрутка тоже на Манки бич загрузилась. Просидели мы в той маршрутке, минуты, наверное, на 20. Никого нет, мы прыгнули в другую, которая первая. Которая идет на Тиен пляж и на Самтьен. Сначала останавливаются на Тиене, потом на Самтьене. Вот тут подошла женщина и говорит, что здесь лучше. И в итоге вышла вся маршрутка. То есть она дальше едет до Тиена. Вот Настенка сейчас разговаривает. Я здесь ела на ваш маршрутке. Вот, вот, вот. Женщина как раз тоже говорит, я тоже прождала до этого пляжа, который Манки, и в итоге никто ничего не едет. Поэтому мы здесь. Пляж называется, вот прям конкретное название здесь оставлю. Он широкий. Вообще здесь вот и кафешки, инфраструктура. Можно идти на лежаки. Вот здесь, кстати, вот вообще нету волны. Мирошка вон уже. Погнал, да, Мироша? Идеальный просто белоснежный песочек. Посмотрите, белоснежный песочек. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красота. Так, двигаемся. Привет. Значит, сразу рассказываю по поводу лежаков. Один лежак 100 бат целый день. Я пытался сторговаться до 50. Он мне уже по-русски говорит 100 бат лежак. Ну вот у нас рядом море. Сейчас пойдем пробовать заплывать. А Темка вообще уже побежал. Ребятки, мы с собой взяли нашу прекрасную футболку с нашими зрителями. И сейчас вместе с вами будем купаться в океане. И даже нырять. Представляете? Смотрите, вот со спины и так далее, и так далее. Все, кто побежал нашу поехал. Да. Ну что, ребятки, все. Двигаемся. Мы уже вот-вот подошли к океану. Сейчас я буду вас купать. Всех наши топовые донатеры попали вот сюда на бус. Да. Какая чистейшая водица. Вот это я понимаю. Это, конечно, ни разу не Паттайя. Так. Дети уже зашли, а Мирошка докопался до этих воздушных этих, господи, до кругов. Ай, давай. Смотрите, как вас много. Это те зрители, которые нас поддержали с путешествием именно в Таиланд. Сколько вас на спине. Да, спасибо. Ольга Питер здесь у нас. Друг Низори. Спасибо вам. Низори, это наш топ. Викторию, как обещали, нанесли тоже. Елена Рова, Саша Кочевенко, Марина Иглев. Сейчас вместе с вами ныряем и уплываем куда-то вдаль. Погнали. Покупаю вас, ребятки, в океане. Вот это да. Ну, еще раз всем огромное спасибо, фух, какой такой соленый, класс, давай. Ну зачем ты в него брызгаешься? Не брызгай. Вот представляете, делал снимки я под водой, блин, и вижу, как под водой пошли пузырьки из камеры. В итоге вот сейчас батарейку вставляешь, она сначала начала жить вообще сама своей жизнью, а сейчас батарейку вставляешь, она сама включается, с трудом выключается, пытаюсь все просушить на солнце, но мне кажется, все будет вообще бесполезно. И походу, вот видите, я выключил, она сама опять включилась. Мне кажется, что все, к камере пришла хана. А, вот опять выключение. И вот вообще выключение просто, она не выключается, крутится вот этот вот и все. Так, раз два три, раз два три. Раз. Два. Три. Раз. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Раз, два, три. Три. Четыре, пять. Всем привет! 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 Купили мы по пути, сюда ехали, детские чипсы, детские, детские чипсы, прикиньте. Там они просто без приправ, просто картошка жарная, возгустная, такая классная. Ага, прям жареная картошка, да, и вот такие еще чипсы со вкусом ролла. Реально ролла. А вот это... Кто, ребятки, отправляется в тайчик, обязательно покупайте эти крема. Минимум не знаю, какой нужно покупать, но чем, наверное, больше, тем дороже и тем лучше, потому что солнце вообще ядреное. Мы вчера вот на пляже тусовались, уже обгорели, а сегодня вот продолжаем тусоваться. Давай, выкидывай. Раздельный мусор их. Здесь, кстати, бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Это что, не знаю, это, видимо, что-то вызывать, наверное, такси какое-нибудь, либо информацию. Здесь, кстати, также есть такие чифаньки и а-ля домики. Можно взять даже каяку на прокат. Здоровский пляж, очень клевый. И вон там вот, получается, за вот этим вот бугром находится как раз этот Манки Бич. Здесь, кстати, платные туалеты. 10 бат стоит. Еще есть душ. Стоит 50 бат. Вот сейчас снимаю, кстати, на камеру. Пока вроде ничего пишет, но она вообще включается самостоятельно. Вот батарейку вставляешь, она включается. И толком не выключается. И вот этот кран, который вот у меня здесь есть, он потеет. Там внутри морская вода. Очень плохо. Надеюсь, я ее восстановлю. Еще грустно, конечно. Здесь же, кстати, прям стоит колонка топливная 95-й бензин. А по цене 50 бат за литр. Пока я тут мучаюсь, пытаюсь просушить камеру. Мирошка схватил 100 бат. Купил себе снова. Ведерко очередное, хотя мы ему уже купали такой набор. Подошел вон там вот, просто взял и пришел. Ой, делаю. Хуже обезьянки просто. Подошел без спроса, взял и убежал. Да, Мирошка? Да, смотри, смотри. Ой, малубесы. Пап, пойдем купаться. Пойдем купаться. Нет. Мы же взяли лежак, а рядом с нами прям вот столики, кафешки. Хочу показать вам, сколько стоит здесь. По ценам. Вот, смотрите. Это рыбы. Это какие-то еще блюда. О, какой огромный сет, 2500. Так, что здесь еще? Рис. Такое меню странное. Хрен прочитаю. Еще не читабельное. Вообще. Это что? Это спринг роллы 200? Офигеть. 60. Эти стоят в два раза дороже. Коктейли с музикой. Вот такие вот цены. Дети продолжают играть. Вообще из воды не вылазят. А Настенка тут вот перебирает песок и говорит, берешь просто одну кучу, горсточку, да? И здесь у тебя что-то нету. Здесь и ракушки, и кораллы. А самое обидное, что здесь есть стекло. Знаете, его на самом деле, его на самом деле много. Оно такое уже сточенное. Вот, вот стекло. Его очень много. И я даже пока разбегался, резанул себе два пальца. Видите? Первый, второй. Давай, Мироша, что там у тебя? Смотри, сколько ко мне. Всякие разные вот кораллы, видишь? Смотри, кораллы. Да. Да. Как Родион далеко, плюс за Славиком и Артем туда же. А Мирош требует всех на обратно. Нерон, Нерон, не надо кричать. Вон, папа, и плывут обратно. Пока мы с мальчишками, значит, купались, Настенка вот что исполнила. Настенка заказала нам всем обед. Не, мяско, вот, мяско, салатик. Картоха, мяско, салаты еще какие-то. Кетчуп и соуса. Настенка сколько стоит? Я хоть и меню показывал, но тем не менее. 150, по-моему, 100, 100 салат. Это 500 рублей, короче, картоха стоит. Да? Ну, почти. Ну, нифига себе. И курица тоже там 200, что ли. Я брала самое бюджетное такое. Не креветки там, ничего. Главное, чтобы нам теперь хватило доехать до дома, да? Да хватит. Настенка себе заказала салат, который воняет просто какой-то пропастиной. На него даже, короче, мухи летят. Я говорю, вот, блин, были бы у себя дома, можно было подойти и сказать, вы что, блин, и просто счет закрыть за 0 рублей. Но здесь, как бы, вряд ли. Ты что, докажешь? Да и, в принципе, объяснить даже не сможешь. Да, Темик? Ага. Ну, ладно, зато курица была очень вкусная. Да, вообще. Чтобы на солнце не сгореть, надо зарыться просто в песок, это лайфхак. Давай. Слушай, давай. Нет, слабо вообще, я прям могу. Нет. Да ты и так сможешь, потому что ты же не вемки. Нет, баба, я сейчас еще себе. Я прям бывалку, мне так сильно закоплю, что я не могу. Надо, для этого надо вырыть. Ага. Вот это мы как следует накупались, уже переоделись, и все, сейчас отправляемся домой. Наша задача сейчас погрузиться в эти же маршрутки и доехать до порта. Кстати, обед, вот этот вот, все, что мы заказывали, нам обошелся в 690 бат. Вон, Мирошка еще играет. А, мы еще вот эти штуки покупали для Мирошки, ведерки всякие. Фух. Буллин, представляете, оказывается, мы финишируем вообще с другого порта, в который мы изначально думали, что приедем. Доставка у нас была сюда. Да, сюда заброска получается чуть быстрее, типа минут, наверное, на 15, я думаю, точно, потому что нам не нужно будет вот так вот остров преодолевать. Здесь сразу, видите, вот магазинчики, фруктики продают. Правда, вот по ценам вообще непонятно, сколько стоит, почему-то они не пишут. Заведение, кстати, тоже еще закрыто. Нам этот чувак показал, куда нам вообще нужно идти. Говорит, нам туда. Двигаемся. Что за кафе, что за кафе, что за кафе. Всем понятно, что за кафе. Получается, что у нас сегодня очень забавная прогулка сюда на остров получилась. Приплыли, в один порт посмотрели. Значит, сейчас в другой порт нас доставили. Он просто, видимо, поближе, наверное, оказывается к тому пляжу. Но, опять-таки, я не знаю, так ли оно. Но здесь, кстати, тоже такая достаточно интересная инфраструктура. Если там она такая вдоль пляжа, то здесь я даже не вижу, где пляж. Я вообще не знаю, куда идти. Он просто вот так вот рукой показал, типа, туда. И мы идем. Здесь вот также есть Севен. Сувенирчики, кепочки. Все, что угодно здесь продают. Также аренда байков, туалет. И многое-многое другое, в принципе, плюс-минус. Как и там, только идешь не вдоль моря. А по байкам инфраструктура гораздо масштабнее. Посмотрите, выбор просто огромное-огромное количество. Что хотите, то берите. Также есть схема острова, понятное дело, по пляжам. Что, куда идти. И мы попадаем уже в сам порт. Что, Настя? Ну, вообще он Лан называется. Вообще называется Ко Лан. Нет, Лан. Так, ребятки, кто в Тае давно живет, а может быть, постоянно ездит сюда, напишите, как правильно, Лан или Ко Лан. Потому что где-то пишут Ко Лан. И я знаю, что здесь есть пляж Ко Лан. А на картах он отмечен как просто Лан. Как правильно, там в комментариях пишите. Отходите, парни. Нам, видимо, вот туда вот прямо идти. На корабль. Вон он стоит. Сейчас, видимо, будет весь заполняться. Попробуем поехать спереди. Это вот экспресс-такси. Я уже, да, рассказывал. На горизонте у нас Паттайя. И на самом деле вот с этого причала действительно мы гораздо быстрее доедем. Минут за 30 точно. Потому что вот этот остров, который мы проплывали. И вот так вот пошли просто вокруг всего острова, чтобы оказаться на той стороне. Конечно, это занимает время. Здесь вот грузы какие-то разгружаются. И мирожка вон вырубился у насенки. Парни, как вам вообще купалка на острове? Понравилось? Устал. Мы на самом деле еще очень сильно обгорели. Сейчас домой приедем, будем все мазаться. Вроде кремом там мазались, но тем не менее все по коже. Ощущаясь, что полный капец. Вот мы на корабле. Также два этажа. Единственное, тут чуть-чуть другая планировка. Можно сидеть еще вообще вон там спереди. Но мы настолько на самом деле устали от солнца, что все, на сегодня хватит. А нужно спрятаться в тенек. Темик, там солнце, сынок. Немножко это больше там посидит напереде. Мне покажем. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы и приплыли. Все, осталось только выйти. Людей, конечно, вообще просто тьма. И за моей спиной, и впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как тебе в целом? В общем и целом. Да? Пались, отдохнули. Ну, не Патайское море, не Патайское. А вот еще кто-то отправляется. Отправляется только туда едут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вызвали мы такси через приложение InDrive. Пользуйтесь, кто сюда приезжает. Либо уже здесь не знаете, как вызвать. По крайней мере, даже если вы будете голосовать, там, руку вы поймаете, по крайней мере, можно ориентироваться по этим ценам. Вот у нас дома выйдет, получает 74 бат. Оно пишет так приложение. Вот ждем, вообще вроде как уже подъехал. Да? Или... Или еще едет. Так. Вот наша машина. Быстро упаковываемся, прыгаем и погнали. Вот и все. Никаких проблем, никаких вопросов. Даже не нужно ни с кем разговаривать, все в приложении. Ну, так же удобно, как и нашинские приложения. Да, ребята? Все, уселись. Мы дома. У нас вышли 74 бата, дал ему 100 бат, он так обрадовался. Ага, всемки, всемки. Все, сейчас будем намываться, срочно массаться кремом, потому что, ребята, наши таблички подгорели, как не знаю кто. Да уж, теперь какое-то время придется походить вот так вот. Все в Крему. А что делать, солнце вообще ядреное, просто трындец. Витамин D максимально получили, теперь нужно другие витамины получить. В данном случае, да, витамин C, потому что маракуйя вообще очень кислое. Давайте, парни, за стол. Взял монетки, иду покупать воду. Ну, вот сами посчитайте, вот такие две канистры в магазине стоят по 41 бат, то есть 82. Я набираю за 11 бат две канистры, ну и плюс, конечно, берегу природу, потому что я не выбрасываю после каждого питья вот эти канистры. Автоматы здесь, между прочим, вообще повсюду. Мы там в кафешке ели, видели сами, что ели, как говорится, поэтому сразу приехали, сварили наш любимый суп, овощиной, вкусный, на курочке, и будем садиться кушать. Ну, и на этом месте можно завершать данный прекраснейший видеоролик. Друзья мои, как вам остров, как вам пляж? Пишите в комментариях. Да, с камерой, к сожалению, вот так вот очень грустно получилось. И на момент записи выпуска уже вечером я до сих пор не придумал, что с ней делать. Она по-прежнему тупит и глючит. Сама включается, сама выключается, сама переделывает всякие режимы. Короче, это полная жесть, поэтому даже концовку делаю на телефон. И еще в комментариях пишите все вы, кто увидел и узнал себя на футболке. Еще раз огромное спасибо за такую поддержку, ребятки. Все, будем с вами прощаться до нового видеоролика. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok